АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я недавно был в Беларуси. Мне после концерта передали подарок. Мужские перчатки. И, видимо, случайно оставили ценник внутри. За что я им очень благодарен. Это теперь один из моих любимых экспонатов. Надпись на нем была загадочная. «Перчатки мужские. Козлина». Я вот думаю, Козлина. Это материал? Это название бренда? Или это лично мне? А как вам такой ценник? Бюстгальтер женский. Я полвека прожил. Мужского в глаза не видел. А такой как вам? Трусы мужские. Да, ничего особенного. Ниже только. Обхват груди 98. В Оренбурге в супермаркете продается салатик. С виду похож на греческий. Видимо, давно лежит. Ценник зачеркнули, пишут. Салат древнегреческий. Мне всегда было дико любопытно, кто у нас в стране придумывает название туалетной бумаги. Я пережил в свое время туалетную бумагу «Белоснежка». Потом была «Сирень». Но последний ценник мне просто вынес мозг. Туалетная бумага «Опережая желание». Это не все. С ароматом Европы. Следующая экспозиция, друзья мои. Название магазинов. У нас же очень любят в названиях, особенно продуктовых магазинов, давать женские имена. Красиво. Так, едешь по трассе. Валентина, Ольга. Но один магазинчик в Подмосковье меня просто потряс своим названием. Вика круглосуточна. Просто мечтаю на эту труженицу полей взглянуть. В Туле открыли виноводочный. Слушайте, но точнее название для виноводочного не придумать. Вечный зов. В Крыму, кстати, тоже есть виноводочный. И тоже название гениальное. Вот оцените. Розовый в хламинго. Далее объявление. Кто из нас не бывал в частном секторе и не видел эти шедевры русской словесности? Внимание! Во дворе злая собака. А кот вообще дебил. Это мое любимое на русско-немецком наречии. Ахтунг. Нихткоман. Иначе алабай откусит балалай. Едем тут по трассе в Подмосковье. Объявление у трассы. Мы сразу остановились, потому что у водителя был припадок. Вот читаешь, думаешь, господи, как же ты велик и могуч, русский язык. Оцените. Продаются дрова, березы и лиственницы, колотые чурками. Йошкарала. Салон красоты. Это мы уже начинаем экспозицию реклама. Ох, тут наша фантазия развернулась в полной степени. Написано перед входом. Депиляция. Подмышки 300 рублей, до колен 600. Но салон красоты в Астрахани, он гораздо более креативный. Там реклама в стихах. Срочно сделай педикюр. Ты царапаешь бордюр. Вы обратили внимание, реклама в стихах в последнее время все больше. Новосибирск. Ветеринарный салон, четыре лапы. Перед входом объявление. Акция кастрация. Кот, тысяча рублей. Кошка, две с половиной. Кто-то ниже маркером дописал. Муж бесплатно. Челябинск, центральный рынок. Прямо в центре такой огромный баннер. Яйца чебаркуля лучшие. Ниже, без комментариев. Проверить яйцо вы можете у продавца в колбасном отделе. В Уфе азербайджанцы открыли автосервис. Поставили рекламу перед входом. Ну, перешибить это невозможно. Шиномонтаж. Дырка ваша, работа наша. И вишенка на торте. Солнечный Краснодар. Там в центре тоже огромный рекламный щит. Но я полагаю, этот сознательно написан с большим чувством юмора. С превеликим удовольствием дарю его вам. Надпись гласила. Курение, курение. И только курение опасно для вашего здоровья. Подпись. Краснодарский ликероводочный завод. С такой фантазией наш брат-юморист без работы не останется. Спасибо за внимание. Спасибо.